Так, следующий у нас доклад Ветро 2. Ветро Бой. Будьте добры, представьтесь. Доклад подготовки студентов дизайна. Ну, программа, наверное, есть, я не отношаю, но будет показано еще на сайт, на это название. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ветрова Юлия Николаевна, я работаю директором Института дизайна пространственной среды Санкт-Петербургского Государственного университета технологии дизайна. Наш университет может быть менее известен всем вам, потому что в основном представители здесь у нас МО, представители Академии Штихлица, Мархи, Мэри, известных таких вузов. Наш университет, он создан был на базе текстильного института, был Санкт-Петербургский институт текстильной легкой промышленности. Но в 1995 году он приобрел статус университета. И в настоящее время наш университет динамично развивается, и в нем 14 институтов различных, также 15 образовательных центров, курсы дополнительного образования, переподготовки специалистов и так далее. Сначала у нас образовался факультет дизайна, и примерно 5 лет, где-то с 2003 по 2009 год, у нас был факультет дизайна, который в 2009 году трансформировался уже и развился в 4 института. Это действительно институт дизайна костюма, графического дизайна, дизайна искусств. Санжаров как раз Владимир Борисович был, он директор института дизайна искусств. И наш институт, это следующий, это наш институт дизайна пространственной среды. Бакалавров по направлению подготовки и дизайн. И традиционно мы выпускали бакалавров дизайна среды, дизайн ландшафта, дизайн интерьера мебели и оборудования. И как в тезисах мы написали, отразили, что только в 2014 году мы открыли профиль световой дизайна. И, в общем-то, открыли мы его почему? Я уже объясню, может, поясню несколько. По решению и по представлению, по рекомендации настоятельной руководству нашего университета. И действительно, наши проектировщики и дизайнеры сначала восприняли это достаточно негативно. Потому что, как Николай Иванович тоже подчеркнул в своем докладе, отметил, что нет архитектуры без света, и, естественно, искусственное освещение. Это такие составляющие, без которых невозможно вообще осуществлять и проектирование. Поэтому сначала было воспринято достаточно негативно. Вот Наталья тоже просила отражать некоторые моменты, которые были. Но так как я сама по образованию закончила Санкт-Петербургский государственный университет и физический факультет. И, соответственно, потом была, когда в аспирантуре, диссертация у меня тоже была по оптике. Это разработка оптических методов, контроля структуры вонатно-содержащих материалов различных. То я, наоборот, за эту тему как-то отцепилась. И мне она понравилась, потому что она близка мне и достаточная, понимая, в административной работе. И, соответственно, мы поговорили и обсудили в институции. Мы, соответственно, открыли этот профиль. И в 2014 году мы уже на этот профиль набираем. Вот на дизайн, соответственно, на данный дизайн. Также мы обучаем наших программах и по очной форме, и очно-заочной форме, по полной программе и ускоренной программой подготовки. Ускоренная это после колледжей или после другого высшего образования. Кроме бакалавриата мы обучаем по магистратуре. Магистратур, профиль у нас, это, соответственно, дизайн пространственной среды, полифункциональные комплексы, городостроительные концепции. То есть здесь уже на более высоком уровне, не так, как в бакалавриате. То есть какие-то там будут подробные еще вопросы. И очно-заочное обучение. Прямо чем очно-заочное обучение, как мы знаем, только недавно было разрешено министерством, и очень удачно сейчас используется. Ребята днем могут работать, и вечером, соответственно, они обучаются. Значит, обучение у нас проводится индивидуально-поточным методом, как и у всех. То есть, соответственно, и поточные лекции, и работа в группах, и индивидуальные. Дисциплины основные, которые мы преподаем, и которые ребята наши изучают. Дисциплины — это у нас и проектирование основное. У нас очень сильная информационная составляющая информационной технологии в дизайне. Во первом семестре у нас ребята изучают все архикад, это в первом семестре обучения. Во втором семестре у них уже перепланировка квартир. Причем вот эти профили, они у нас учатся полтора года вместе. И после полутора лет может быть разделение по желанию студентов, по их способностям, ну, по возможностям. Поэтому, соответственно, потом уже позже они изучают артекад, и 3D Max, приложение на визуализацию к архипаду и так далее. Конечно, у нас есть академический рисунок, академическая живопись, и так далее, цветная графика, история дизайна и другие дисциплины, которые, в общем-то, у нас точно присутствуют. Соответственно, ребята наши выполняют различные проекты, и мы придерживаемся принципа органичной архитектуры. То есть, конечно, должно быть очень сопряжено и согласовано то, что и окружает нас, и благоустройство окружающей среды, и сами средовые объекты, и интерьеры, но и, безусловно, конечно, естественное и искусственное освещение. Поэтому здесь представлены некоторые проекты наших ребят по разным дисциплинам, и по рисунку, и по жирке, все проектирование, пакетирование и так далее. Соответственно, ребята наши вот уже во втором семестре, они делают перепланировки квартир, но это, конечно, работа не второго семестре, это постарше. Регулярно у нас осуществляется контроль, осуществляются подачи, достаточно серьезные, подачи обязательно комиссии тоже оценивают и дают свои рекомендации. И, соответственно, ребята их учитывают. То есть некоторые работы разные, ребят, это учебные заведения, это дома частные, школы, и, соответственно, разные постарения. Потому что на округлом столе как раз говорили, что нет проектировщиков, нет связи проектирования, световой дизайн, и действительно она еще очень такая тонкая, и очень только-только она вот настраивающаяся, это связь. То есть разные комплексы. Просто хочу показать, ребята наши работают и осуществляют свои проекты, как стройка бывает в историческом центре города, и в Санкт-Петербурге в частности, так и на свободных территориях, конечно. Значит, соответственно, вот профиль, наш световой дизайн, вот этот новый, который мы открыли, проекты используют естественное и искусственное освещение. И как один из важнейших инструментов в создании комфортной гармоничной среды, это у нас разрабатывают образные решения из наградных фокусей и бельеров. Так как у нас еще в будущем нет, то в будущем, конечно, образные решения, это различные освещенные улицы, мостов, подсветка храмов, арт-объекты, но пока вот это в инсталляции различные, но пока это у нас еще только вот в перспективе. И действительно, вот в этом как бы месте у нас еще нет, в нашем университете достаточно специалистов так высокого уровня, которые, может быть, и могли бы осуществлять вот по свету дизайну. Поэтому, когда пришло приглашение, и когда мы на него сразу откликнулись, что нам важно очень, вот эта составляющая у нас очень развита, но мы, конечно, готовы и открыты, несмотря на то, что у нас сформированный учебный план, открыты мы дальше, соответственно, и беседовать, и принимать какие-то решения для того, чтобы улучшить нашу подготовку у специалиста. Соответственно, основные дисциплины по профилю нашему светодизайну, это, безусловно, добавляется, таких не было у нас для дисциплины и для профилей дизайн-среды, дизайн-ландшафта, дизайн-интерьерное оборудование, это электротехника, это, конечно, светодизайн, это современные аспекты проектирования, искусственного освещения и так далее. Вот эти дисциплины для нас новые, они включены в учебный план, как одни из основных, безусловно, для этого профиля, и пока мы их хоть разрабатываем, так как студенты наши еще на первом курсе, на будущий год они перейдут на второй и так далее. Вот. Значит, соответственно, в составе университета работают у нас достаточно опытные преподаватели, это у нас члены творческих союзов, союз дизайнеров, союз архитектов, архитектор союза художников России, и очень у нас такая солидная тоже комиссия, которую возглавляет председатель ГАКа и Дэшмаков Сергей. Сергей Дэшмаков, наш архитектор. Вот. Соответственно, очень комиссия тоже у нас всегда рассматривает и скурпулезно принимает решения. Да, просто тут можно не верить, а он выходит в нашу комиссию по защитам, потому что очень солидно, чтобы вы не думали, что наш документ следует. Очень серьезно. Любит статинный фешн, проект Рустина Харисбергеевич. Защиты проходят тоже у нас так очень серьезно, проекты очень мощные, и мы гордимся в том, что проекты наши реальные, то есть проекты наши ребята осуществляют не оторванные какие-то, а, соответственно, проекты реальные, в реальных условиях, они находят, соответственно, те места, очень все делают обмеры, проектируют, и реальные объекты представляют в сложившейся среде, в сложившейся среде. Также у нас ребята активно участвуют в различных конкурсах. У нас проводится ежегодно конференция инноваций молодежной науки, поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю вас всех, это конференция всероссийская, у нас открыто свое направление, дизайн среды именно наши, поэтому вот в дизайн среды, пожалуйста, можно, тезисы публикуются каждый год обязательно на страничку, и также сборник молодых ученых, это сборник статей, в которые тоже можно направить вот статьи ваших студентов, соответственно, по руководствам. И студенты наши тоже заваливают различные призовые места на разных конференциях. Поэтому, соответственно, выпускники нашего института тоже достаточно хорошо трудоустраиваются. Я вот задала вопрос Николаю Ивановичу, но пока свето-дизайны у нас тоже выпуска не было, а так они у нас хорошо, очень конкурентоспособные, сильные, требования у нас очень высокие, учиться у нас нелегко, но ребята зато выходят конкурентоспособные, и ребята потом хорошо устраиваются, как больших архитекторных бюро, серьезных, так они устраиваются и в частности, с филансерами и так далее. Поэтому, вот, соответственно, я принесла наши координаты здесь, и профессора Фешина любил, Константиновна, как творческого директора нашего института, и свой телефон, адрес электронной почты нашего института. И если зайти на сайт нашу ТЭДРУ, нашего университета, то тоже можно поподробнее прочитать всю информацию обо всех наших профилях, и о преподавателе, и обо всем. Спасибо за внимание, пожалуйста, если у вас какие-то есть вопросы, я постараюсь на какие-то вопросы. Какое у вас соотношение юношей и девушек? Ой, к сожалению, вот к сожалению, процентов, даже я вам сейчас затрудняюсь сказать, у нас на первом курсе бывает несколько, к сожалению, да. И к сожалению, вот эта проблема, так, это что-то определяет? Определяет, вот мы только опять... Эмоциональность. Причем постарше, у нас даже больше... Вот я хотел допомнить вас. Понимаете, они правильно, они выполняют свой долг гражданский перед обществом. Это все нормально. А это прям наш университет тоже здесь, на город, если кому-то, ну, про университет. Если вопросы есть, тогда... Так, что у вас? Я хотел спросить, а может у вас лучше будет физики? Физики, вот устранение свето... Физики, вот электротехника, светодизайн, вот это у нас, соответственно. Но тоже... Да, то есть, как правило, вот физики у нас не предусмотрено. Физики нет, к сожалению. Хотя я сама у меня в декорстве написано физик, но вот, к сожалению, физики пока тут не предусмотрено. Но я еще раз повторю, что план наш гибкий, и, соответственно, мы можем еще вносить коррективы туда. В этом плане... В этом плане... в sigu Mireille...